Сегодня на базе был максимально плодотворный день. Вы это можете понять по загруженности моего велосипеда. Основной находкой является вот эта печь. За нее, конечно, страсти бушевали сильнейшие. Все налетели как будто бы гиены. И каждый хотел урвать себе кусочек. Но я прекрасно понимаю, что ценность ее заключается не только в цветном металле. Но и если она все-таки рабочая, то непосредственно в рабочем состоянии она принесет намного больше пользы, чем просто если сдать ее на металл. Но все-таки я предполагаю на 90% что она не рабочая. Но тем не менее проверить нужно. Кстати, чтобы избавиться от преследования, мне пришлось отдать целый мешок хлебобулочных изделий. Хотя мне тоже досталось немного. Но все же большую часть отдал им. Нашел вот такие две покрышки на мой спортивный велосипед, который я брал еще летом. Кстати, кто не в курсе, прошлым летом я копил на холодильник и в итоге купил себе велосипед. Но не новый, а бэушный. Здесь находится пристанище моего лайбодрона. Как поставил его сюда еще летом, так он здесь и стоит. Правда, один раз доставал его и пытался проехаться. Но это ни о чем. Ходовая полностью гуляет, тормозов нету, колеса шатаются. В общем, полностью нужно его ремонтировать. Вы спросите, почему я его не довел до ума с самого начала. Все потому, что когда я поехал на рынок и увидел, сколько стоят хорошие детали на него, то я просто обалдел. У меня глаза полезли на лоб. В общем, сейчас покажу его сблизи вам и расскажу подробно о планах на него. Итак, внешнее состояние его более чем удовлетворительное. За время его простоя у него образовалась только ржавчина на ободах, на цепочке и на руле. Больше никаких таких значительных изменений нет. По поводу амортизаторов, в принципе, из-за чего я и брал этот велосипед. Они довольно в хорошем состоянии. Даже если учитывать тот факт простоя, который на сегодняшний момент составляет более полугода. Первым делом, что я хочу сделать, это полностью заменить ему ходовую. Сюда буду ставить исключительно более-менее дорогие детали, качественные, чтобы садиться на этот велосипед и чувствовать превосходство над вот этими рабочими. Потому что на них ездить нет никакого удовольствия. Какие планы? Планы простые. Я хочу до тепла, это где-то середина весны, полностью его отремонтировать. Купить все детали необходимые и собрать его, можно сказать, с нуля. Пройтись по всем амортизаторам, передним, задним, чтобы они у меня работали как часики. Хотя и сейчас они работают отлично. Как задний, так и передний. Сейчас нужно будет подготовить немножко дров. Я стараюсь каждый день рубить. И буду распаковывать сегодняшнюю добычу. Сейчас соберу дрова в коробку и можно будет заходить топить печку. Ага, соберу в коробку. Уже кто-то подошел и пометил ее как свою собственную. Только так с ней. Хлеба и булочек сегодня было довольно-таки много. И если бы не эти кровожадные гиены, которые польстились на мою микроволновку. Хотя я ее первый нашел и отложил уже в сторонку. Но они решили поживиться и наброситься на нее. Я бы, конечно, мог бы пустить их всех в расход. Но не стал этого делать и решил решить этот вопрос мирно. И отдал им взамен целый мешок хлебобулочных изделий. А так бы затарился ими недели на две вперед. Ну и этого, в принципе, достаточно. Таз готов. Теперь осталось высыпать содержимое пакетов на пол и начать перебирать. Все самое лучшее, мягкое и свежее беру себе. Остальное собакам. Но окрошки пойдут птицам. Так, слоенку сразу себе отложу. Она здесь идет с вишневой или малиновой начинкой. Точно не могу определить. Нужно пробовать. Так, здесь я немножко неправильно сделал. Вот так вот распределю. Кстати, сосиська попалась одна. Тедди, Тедди, на, иди сюда. На, будешь сосиську? Конечно, будет. Так. Ну, окрошки я отдам птицам. На, еще одну. В принципе, и все. Так, с мучным я разобрался. Получился целый таз различного рода булочек и хлеба. Сейчас на очереди вот этот вот мешок. Здесь у меня, сейчас вы видите, что в баночках. Ну, так. Высыпал аккуратно. Это квашеная капуста. Где-то тут разорванная пачка была. Ага, вот она. Сейчас одну банку достану. Или даже две. Вот такая вот. Здесь есть вот такая вот разбитая банка. И, честно сказать, запах мне ее не очень нравится. Сейчас попробую вскрыть целую. И определить, хорошая она или все-таки плохая. Кстати, срок годности до 3 января. По запаху эта капуста определенно хорошая. Если сравнивать с этой, то тут отдает какой-то кислятиной. Это вследствие того, что банка повреждена. Так что эту можно сразу в утилизацию. А еще мне попался вот такой вот пузырек женских духов. Написано «Императрица». 50 миллилитров. Он практически полный. Думаю, подогнать соседки. Если понравится, то пусть пшикается. В общем, наступает кульминационный момент. Кувалду я уже занес. Так как считаю, что она, скорее всего, не рабочая. Обратите внимание, как крышка оттопырилась. Это говорит только об одном. Что ее вскрывали. И, очевидно, изнутри что-то изъяли. Вот. Здесь также это проглядывается по всему периметру. Здесь есть еще один вот такой нюанс. Смотрите. Одна сторона микроволновки как пушинка. То есть я могу поднять ее буквально одним мизинцем. Когда с этой стороны наоборот. Все очень тяжелое. Очевидно, что либо что-то изъяли изнутри. Либо все сместилось на одну сторону. В общем, сейчас буду проверять. Здесь написано мощность, высокая, таймер. Вот она открылась. Вся ржавая. Оказывается, не подходит вилка. Нужно срочно искать переноску. У меня, как у настоящего хозяина, есть абсолютно все. Кроме, разумеется, порядка. Но главное, чтобы он был в голове. А остальное уже не важно. Итак, наступает момент истины. Подключаю. Ага. Теперь нужно указать таймер. Ну, допустим, две минуты. Ага. Не работает, да? Или как понять? А, заработало. Ничего себе. Горит. И оно там внутри крутится. О как. А может, оно не греется? Стеклышко уже запотело. Осталось чуть меньше минутки. И можно будет доставать. Запах приятный пошел. Класс. Единственное, что нужно узнать, сколько она тянет энергии. Есть. Готово. Открываю. Ничего себе. Какой пар пошел. А ну-ка. Ай, горячая. В общем, работает на все сто. Теперь могу сказать с уверенностью, что она определенно все-таки стоила того мешка хлебобулочных изделий, который мне пришлось за нее отдать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода.